Продолжаем выпуск. Наравне с традиционными, лучше даже сказать, классическими видами творчества в нашу жизнь уже прочно вошли и другие его проявления. Уличная культура. Именно так принято называть деятельность молодого поколения, идущую в разрез с привычной всем классикой. Отражая реальные современности, городская культура, словно причудливое зеркало, показывает нашу жизнь и выявляет новые грани творческого развития. С создателями уличной культуры Волгодонска познакомилась Анастасия Дубас. На закате дня площадь перед зданием администрации города становится площадкой для езды на роликах. Часами любители острых ощущений упорно оттачивают собственное мастерство. Правда, условий для этого здесь немного, признаются ребята. В течение двух, может быть, даже трех лет просим администрации скейт-парк, но так его нам не делают вообще. И тренироваться по факту только два места в городе. Это ДК Курчатова, где стоит одно сооружение, и здесь, где стоит одно педило всего лишь. Импровизированным трамплином для акробатических этюдов на роликах становится вот эта труба. Для лучшего скольжения роллеры натирают ее парафином. Рассказывают, такое занятие приносит не только удовольствие, но и травмы. Два падения за день – явление нормальное. И, как показывает практика, не являющаяся поводом для отказа от хобби. Чем красочнее и опаснее трюк, тем, как выражаются любители роликов, круче. А для этих людей музыка и танцы в стиле хип-хоп стали не просто увлечением. Мешковатые штаны, кроссовки, бейсболки, широкие футболки, баскетбольные майки и массивные украшения стали их неотъемлемым атрибутом даже в повседневной жизни. Это просто как семья. Мы все живем хип-хопом, поэтому слушаем, одеваемся по хип-хопу, и всем нам это очень нравится. Большую часть свободного времени ребята проводят в этом помещении, где под тяжелые удары бита они без устали отрабатывают ритмичные движения. Руководит творческим процессом Алла Володина. Девушка танцами занимается всю свою жизнь. Но, как сама признается, только эта музыка и ритмичный речитатив заставляют ее сердце биться чаще. Я посетила множество мастер-классов профессионалов с мировым именем, такими как Лэст Винс, Пифлай, Брюс Кейн, Джей Рок. Это профессионалы мирового уровня, и они очень много дали теории, очень много поменяли наши техники. Но самое главное, что они дали для нас, это вдохновение заниматься данным направлением серьезно. Музыка, идущая от сердца. Так эти ребята характеризуют свое увлечение. И в этом есть доля правды, ведь строки, которые они читают в микрофон, несут в себе смысл, взятые из жизни. Иногда ходишь по городу, думаешь, обстановка, смотришь на людей, кто-то там парочка, ну какая-нибудь, и что-то свое уже берешь из их жизни. Есть люди, которые говорят, напиши про меня, что-то из их истории беру, ну и перемешка, все получается. Пока увлечение рэпом для ребят – это участие в городских фестивалях «Урбанкультур». Но, как и все фанаты своего дела, они уже сегодня строят большие планы на будущее. Хотели бы как-то там потянуться, не знаю, подняться выше. Но, как планируем, есть такие планы, там много планов на будущее снять клип, допустим. А пока ребята думают о будущем, за их творческим развитием пристально следят друзья, единомышленники и даже младшее поколение. Ну, они мне бывают, когда-то сказали, что меня поднимут на сцену, так они меня не подняли. Ну, у нас будет своя группа, а так я пытаюсь сделать свою группу из садика. Расценивают увлечения молодежи по-разному, однако с уверенностью можно сказать, идти вразрез с творческими канонами и традициями все-таки лучше, чем бесцельно шататься по улицам в компании сомнительных товарищей с банкой пива в руках. Анастасия Дубас, Иван Иванков, Новости ВТВ. Субтитры создавал DimaTorzok